всем привет мои добрые милые люди кстати сегодня после дождичка температура довольно таки не сильно жарко это было до 40 градусов а я иду в больницу вернее в свою лабораторию получить справочку в бассейн что-то отпуск уже подходит к концу а я все никак не не могу набраться энергии сил все равно жарко жарко нож еще избыточный вес избыточный и довольно таки люди с таким весом бараньим и мы тоже аркат толстым так конечно тяжело позвонила медсестре медсестра сказала приходи конечно не выпишут справку тебя нет хоть бы людей не было сейчас я быстро юльку повели в этот кабинет процедурный делать экигэ завели ее вот туда закрытую дверь рябины грозди еще не красные вот поставили мне тут отметины видите одна вторая кардиограмму делали справку не дали в бассейн еще завтра послали в кардиолог кардиологу в бровары прикиньте сделали кардиограмму и говорят нет 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 надо говорит срочно пойти кардиологу чтоб там сделали какой-то еще обширный в общем кардиограмму какую-то экокардиограмму а то говорит что-то у вас не в порядке а я чувствую себя нормально так что одно расстройство ходи по этой жаре еще и этот справки идти еще выбивай в общем завтра позвоню в три часа дают талончики возьму в общем талончик и поеду это же все не так просто это же надо это так своему семейному врачу пойти я говорю у меня а у меня справка же закончилась я говорю вы мне тут раздавали все нормально без всяких этих заморочек мне говорит это в тот раз спрашиваю своей семейной лекарши врача своего насчет вакцинации от ковида она говорит да у нас вакцинируют тут бескоштовно я говорю а какой прививкой ну какой вакциной ларис какой вакциной в общем на вакчин в общем как-то так а я говорю а вы вакцинировались уже она говорит а я говорит переболела говорит ковидом а она болела это где-то еще зимой наверно у меня говорит антитела а я говорю так всем же надо вакцинироваться кто переболел и кто не переболел она такая раз я говорю а перед больницей перед врачами ставят задачу что должна там вакцинироваться например в селез такой-то такой-то процент ну столько-то процентов жить она такая да нет она врала в общем если сам врач говорит о том что вакцинировать а я у медсестры спрашиваю говорю а вы она говорит а я буду я говорю а вот видите только будете то есть получается что сами медработники не с большой охотой вакцинируются это не пропаганда какая-то это правда то что я сейчас услышала так что тогда говорить о нас смертных где же у нас это желание где нам его взять у нас тоже желания нет в общем вот так вот значит все завтра пойду к кардиологу так идем в центр теперь надо в центр и в центре нам надо на новую почту и там забрать посылочку пошли мой друг в общем я иду с Ларисой со своей сестричкой как я и сказала за посылочкой куда идем мы с куличком большой-большой секрет ой но вы узнаете о том о нет о нет посмотрела на меня вот а я тогда когда немножечко зимой болела была немного меньше не немного а много ай я она наверное посмотрела думает надо ей посылать значит кардиолога больше это не то с ней робится растет как на дрожжах а что если у меня депрессия не привожу себя в нормальный вид ставлю в общем себя в нормальное жизненное русло как только могу ну вы же видели что я уже не один раз показывала видите такая дымерка у нас поселок городского типа практически город но в то же время немножко похож на деревню какой город это поселок городского типа ловиса не води в оману людей нормальная короче так так сейчас пойдем в общем возьмем посылку что-то подоходим к новой почте а это вообще перукарня мы же ее перенесли что-то мы вообще перукарня тут может видишь вон могу указать где в новопочной вот это может или вон указатель а все вот он указатель а мы сейчас бросим вот так я понимаю это новопочная сейчас узнаем короче пошли искать в ворота не заходи и я так пошли вот в эти ворота нельзя проходить вот эти ворота такие вот как рогатки это свет электрика в общем примерно говорят лучше в них не надо вот видите такие рогатки никогда не заходят я не знаю это правда или нет а ее надо перенесли да ага все будем знать новопочта номер один а у нас раньше там было что-то мы давно не были на новой почте так теперь сюда так ладно хорошо пошли все на слив а вы же давно давно же переехали от того места да 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 до прямого так добро для пригоднения для вас поглядят а ты буду так 162 так берем у тебя пальчик посылочку так сейчас мы ее осмотрим все вот открыла уже посылку тут что-то есть секретно секретно потом в общем я уже вам покажу наверное расскажу все сейчас Лариса уже посмотрит все посылку получили в целости и сохранности в общем не знаю ребята ну догадайтесь напишите что там могло мне прийти если вы угадаете то половина ваша хорошо я Ларис продумала от большого куска в общем все и помните что сегодня аттракцион небывалый щедрый в общем я не шучу хорошо магазин идем так почту нашли посылку получили ваша задача ну я не знаю хотите участвуйте хотите нет я бы на вашем месте участвую вот значит нападаете что там я с вами этим поделюсь так дальше что не делаю иду сейчас в фору вот схожу в фору а в Еву нам надо ага и в Еву пойду посмотрю так туалетной бумаги купить еще а у нас там в селе ну сейчас будем идти покажу дорогу асфальтируют я говорю о на что местная власть находит бабки знаете а здесь конечно лужи лужные ну тоже скоро будут асфальтировать что нет это все деньги деньги надо свои дома трехэтажные пятиэтажные содержать чиновникам надо ж семьи свои а сейчас все так дорого поэтому на дороге бабки выделили вот асфальтирование их ну и понятно дело себя не обидели вот я такая иду думаю на это деньги есть сюда встала сегодня вчера ледяную воду пила встала сегодня горло болит чуть-чуть но ничего так ну ладно пойдем в фору пошлите дальше вам хотела показать реконструкция идет тут раньше зеленая зона была а теперь видите реконструирует все это сколько они себе в карман денежек положили цемент и цемент все европейских стандартов стандартов биберкан избыли очтен стройматериалы там и какие-то ж фирмы депутатские наверное вот это ж подрядчики кому жить хорошо так ну ладно пошли в фору у нас хоть фора есть нам так ничего не надо вот у меня есть крылышки хочу замариновать потом на мангале сделать покажу нам маринад так пойдемте синие такие страшные такие дорогие баклажаны что-то совсем никуда перец еще тоже дорогой 39-40 пока нет не буду брать чеснок лук у нас у нас есть так арбузы почем сейчас скажу так 17-19 на кисть о бачите вот заклоны сейчас вам найду колон я заклоны я хорошо все все таки все таки таки ну не арбуз не хочу не будем да где моя лариса вот ничего не берем сейчас не знаю у меня карточка 150 гривен сейчас еще хватит все купились ничего не брали вот это один пакет на 150 гривен второй пакет на 190 гривен ни мяса ничего не брали приправы еще взяли дома закончилась всякая приправка вот ничего уличный такой кефир ни вина ни мяса ни шампанского не вода кефир на 100 гривен 4 бутылки по 25 ну то есть прикиньте больше 300 гривен нормально так все надоела ты мне эта фора ты дорогая пошли домой так пошли до дома старость не радость коленки болят а она мне направление не выписала так я хочу еще в Еву зайти посмотреть что там в Еве ну наверное все Бориса еще хотела в эту церковь зайти вот все в общем на фоне вот такой вот разрушки в общем как сказать реконструкции села я заканчиваю я заканчиваю свое видео и говорю вам ребята чао ого Субтитры сделал DimaTorzok